Привет, это Виталий Глебочкин и в этом видео я расскажу про то, как в фотошопе применять луты к файлам в цветовых моделях Lab и CMIK. Как многие уже наверное знают, в фотошопе можно применять луты только к файлам в цветовой модели RGB. Чтобы применить луты к файлам в CMIK и Lab, пользователи конвертируют свои фото в RGB, применяют к ним луты, а затем опять конвертируют в Lab или CMIK. В этом видео я покажу, как напрямую применять луты к файлам в других цветовых пространствах, используя абстрактные цветовые профили. Почему всё-таки удобнее применять луты сразу в родных цветовых пространствах исходных файлов? Во-первых, при двойной конвертации в RGB и обратно вы можете потерять часть данных. Во-вторых, в фотошопе не всегда можно безболезненно сконвертировать многослойные документы в другие цветовые модели. Например, корректирующие слои при конвертации не поддерживаются. В данном случае слой с кривыми придётся слить с оригиналом при конвертации, если я хочу оставить этот эффект. Получил один слой вместо двух, но в пространстве RGB. Если я откажусь объединять слои при конвертации, фотошоп просто проигнорирует слой с кривыми. Нажимаю ОК. Картинка изменилась и видно, что кривые к изображению так и не применились. То же самое будет происходить, если вы будете конвертировать изображение с помощью команды «Редактировать», «Сконвертировать в цветовой профиль». Появится такое же предупреждающее окно. Также учитывайте, что после конвертации режимы наложения будут работать по-другому. Покажу на примере. Создам слой с заливкой 50% серым. Режим наложения поставлю Soft Light. Теперь сделаю световые акценты на фото с помощью инструмента Dodge & Burn. Края я затемню, а центр сделаю светлее. Вот до, вот после. Попробую перейти в RGB. Получаю предупреждение о том, что отображение слоёв может измениться. Ниже можно выбрать объединение слоёв до конвертации, либо сконвертировать со слоями. Слои мне как раз нужны, поэтому я выбираю второй вариант. И что же я получаю? Да, второй слой остался, но его воздействие при переходе в RGB изменилось. Это хорошо видно, если переключаться туда-сюда в истории операций. В данном случае воздействие на тени будет отличаться. А теперь представьте, что у вас несколько таких слоёв. Помимо всего прочего, у вас ещё есть какие-то корректирующие слои. Перед применением лута вам придётся их все объединить в один слой, если хотите, чтобы результат оказался предсказуемым, и у вас ничего не поплыло. Но вы уже не сможете вернуться и что-то поправить. Итак, рассмотрим, как можно применить лут в родном цветовом пространстве. 3D LUT Creator работает с файлами в RGB, поэтому чтобы было с чем работать, я объединю все слои в один и переведу изображение в RGB. Эту фотографию я загружу в 3D LUT Creator. Чтобы не тратить время зря, открою менеджер лутов и покрашиваю фотографию одним из пресетов, которые уже идут в комплекте с программой. Выберу вот такой пресет. Теперь нажму экспортировать лут. Как я уже сказал, луты в фотошопе нельзя применять к файлам в лабе и цмик. Поэтому я создам абстрактный ICC профиль. Назову его Lab. Почему именно абстрактный? Изначально профили создавались для калибровки цвета различных устройств вывода. В данном случае у меня даже устройства нет, а сам профиль меняет цвет не под какую-то конкретную железку, а под мои личные нужды. Итак, профиль сохранён. Теперь я перехожу в фотошоп и отменяю в истории операции перевод в РКБ и объединение слоёв. У меня снова цветовое пространство Lab. Все слои на месте. Теперь я создам новый корректирующий слой Color Lookup, а вместо загрузки лута загружу абстрактный профиль, который создал в 3D Loot Creator. Готово. Я в лабе, не меняя структуру слоёв документа, применил лут. Вот как картинка выглядит в креаторе. Вот так в фотошопе. И у меня остался полный доступ ко всем изменениям, которые я делал до этого. Рассмотрим теперь пример с изображением в ЦМИК. Переведу изображение в РГБ. Сделаю это через меню редактирования, сконвертировать в профиль. Готово. Теперь перейду в 3D Loot Creator, сброшу все настройки и загружу фотографию из фотошопа. Опять воспользуюсь готовым пресетом. Сделаю картинку немного теплее. Сохраню этот лут как абстрактный цветовой профиль с именем ЦМИК. Теперь в фотошопе вернусь по истории операций. Создам корректирующий слой Color Lookup и загружу там абстрактный цветовой профиль. Готово. Однако не стоит забывать, что у ЦМИКа цветовой охват уже по насыщенным цветам, чем у РГБ. Поэтому эти цвета могут выпасть за границы цветового охвата. То есть после применения лута, картинки в креаторе и фотошопе могут отличаться. В данном случае отличия незначительные. Итак, на этом всё. Надеюсь данный урок был полезен тем, кто ретуширует в ЦМИКе Лабе. Это был Виталий Глебочкин. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова